здравствуйте дорогие друзья здравствуйте все кто любит хорошую добрую песню баян и гармонь в эфире очередная передача в гостях у митрофановны здравствуйте дорогие друзья вот сегодняшнюю программу могли бы наверно обозначить 20 плюс возрастной ценз потому что интересно будет всем и 20-летним и 40-летним и 50-летним потому что в гостях у нас сегодня сергей николаевич лукашин старший преподаватель челябинского института культуры кафедра режиссуры ну он знаком всем молодым студентам все кто учится в институте культуры всей молодежи рокер поэт музыкант очень творческий человек очень творческий человек сергей николаевич здравствуйте здравствуйте но вы если вы уже гостях у митрофановну то конечно же будет речь идти в первую очередь о сотрудничестве с митрофановны вот несколько слов об этом когда началось как ну это были взрывные конец восьмидесятых когда все уже хлынули на улицу когда образовывались рок-клубы ксп образовывались игра центра игра гармонь тогда это было все подхвачено и у нас виталий абрамович альфомич у нас кременкуль персонально геннадий иванович занимался раскруткой всех гармонистов и мы провели с ним первый большой игра и гармонь кременкульский где уже наметился скажем путь создания митрофановны долго не мудро создали потому что совхоз назывался митрофановский но и назвали митрофановна и так оно прижилось вы уже в то время жили в криме да 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 мы с ним вместе учились геннадий иванович он потом я пригласил ему на работу вот вот ну а сергей он большой юморист и шутник об этом все знают и первые куплеты первые частушки которые исполняла митрофановна были записаны сергей николаевичем и мы их вывезли в москву и так далее пошло в девяносто первом году мы взорвали весь весь союз куплетами что-то делал девятнадцатого августа это было мощные куплеты лично меня таскали по министерствам культуры просили спеть эту песню то приехали митрофановны и там всех уже но это было конечно комедия то есть отношение народа ко всем этим политическим теркам события очень хорошо было это просто резко у них выросла популярность узнали везде и всюду помимо того что они сами хорошо раскручивались но я знаю что сегодня конечно же прозвучат и сатирические куплеты и интересные песни твоего жанра я бы сказал у сергея свой жанр музыкальный вот такого нет нигде почему наверное вопрос когда-то в свердловске существующий рок-клуб да и ты там принимал активное участие коллектив который родился благодаря тебе я перебью у меня есть грамота позапрошлым году вручены мне губернатором свердловской области развитие рок-музыки все русской области вот так вот смешно получали министерство на полном серьезе хорошие ребята там были вот я помню те студенческие года когда мы с тобой были знакомы и больше всего у тебя было лирики конечно песен тогда ты жил в к салманке да да после свердловска к салманка это там вот это вверхотуре природа это шикарно он просто поразил нас студентов того времени ребят своей своей лирикой их хорошие песни может быть мы с начнем с клиника но можно где она даже напишется до определенного возраста не знаю как кого у меня как отрезался с определенного возраста на еще писалось писалось писал собственно сатира также за тебя сейчас пишу вас она по заказу по заказу пишу много прочее а так вот что-то такое изнутри импульсов таких нет но была вот скажем моя последняя лирическая зарисовка называется снежинки я попробую спеть ко мне в окно летят снежинки как будто бабочки теплу и превращаются в слезинки стекая тихо по стеклу снежинки милые не надо открыть окно такой пустяк поверьте высшая награда вас у себя принять в гостях они влетят и закружаться с морозным воздухом зимы но в этом вихре в этом танце уже предчувствие весны и возрождение новой жизни через мороз через пургу кружитесь милые кружитесь я подтанцую как смогу они влетят и защебечут и запорхают над столом и этот стылый зимний вечер наполнят светом и добром и все случится повторится и зацветет вишневый сад ко мне в окно как будто птицы снежинки белые летят ко мне в окно как будто птицы снежинки белые литерат это была последняя лирическая нарисовка больше мне не прошибала на лирику может быть сейчас новая любовь созрельно на мне уже как-то не хочется снова Я все время упрямо вспоминаю Те времена, когда Расцвет Митрофановный был И тогда нас часто снимали на телевидении Виталий Абрамович Николаева, Тамара Николаевна Помнишь, тогда песня Передача «Никто тебя не любит так, как я» И когда мы ее снимали В Харлушах Ой, сказочный, где-то у меня есть клип Великолепная работа, операторы работали Тоже здорово, так, снято Вкусно Не очень веселая фраза Но все еще живы Смотришь, слезы на глаза наворачиваются Кольевичи руки Да, да, да Просто съемка была замечательная И я тоже там прославился Потому что впервые исполнил Некоторые стратегические куплеты И Митрофанна взяла на себя смелость Взять все-таки их в работу Очень долго боялись Все татары, кроме того Боялся, лет пять мне не подходили Я говорю, ты что? Он говорит, у меня жена татарка Я говорю, толерант Толерант-то еще как Татары ищут эквивалент на русском языке Тут как раз все есть Рискнули Баше на стадионе Был праздник каких-то культур Они запели Встал весь стадион Выскочил на поле Давай танцевать И пошла победа Тогда мы поняли, что можно петь Можно и про татары И про кого угодно Да И у тебя даже серия этих песен была Яратам Яратам, да? Да, Яратам, да Я предлагаю сейчас вспомнить Эту старую добрую песню Нашим телезрителям Все татары, кроме ты Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Ждет меня, брата Коломаки Дорогая Расима Ждет меня, стерлита Маки Дорогая Фатима Прагай, браги, танцеля Туна, шаги, рамиля Тут и здесь моя семья Все татары, кроме я Пел я песня до утра Сел ворон, моя башка Ты не клюй, моя ворон Я твоя, любишь барман Улетай другой башка И клевай, своя нога Некрасивый птиц ворон Все татары, кроме ты Дорогие друзья Ну вот у Сергея Николаевича есть целое Вернее, даже у Митрофановны С Сергеем Николаевичем есть целое направление Музыки, которое мы используем В своих концертах И вот одна из таких песен Совместного творчества Геннадия Ивановича Зыкова И Сергея Николаевича Лукашина Это песня «Брюшко» Я думаю, вы с удовольствием Посмотрите и эту песню тоже Мне было сорок У меня случилась драма Я утром чистил зубы щеткой с порошком И глянул в зеркало О, мама, мама, мама Увидел там уже солидное брюшко Увидел там уже солидное брюшко Ах, неужели, неужели, неужели Фигуры наши словно птицы улетели И наши талии, как дым растаяли А нам оставили солидное брюшко Ах, неужели, неужели, неужели Фигуры наши словно птицы улетели И наши талии, как дым растаяли А нам оставили солидное брюшко Послушай, Вася, мне жена сказала капа Мне даже нравится красивое брюшко Оно к лицу тебе, мой папа, папа, папа Давай нажарим ему с луком пирожков Давай нажарим ему с луком пирожков Ах, неужели, неужели, неужели Оно не примет в красном соусе тифтели Позволь сказать тебе, мой милый на ушко В мужчине все-таки не главное брюшко Ах, неужели, неужели, неужели Фигуры наши словно птицы улетели И наши талии, как дым растаяли А нам оставили солидное брюшко Я был достаточно крепкий сатирик Потому что куплетов много ходило И когда я приехал в Челябинск И увидел, что на заборе написана фраза Из моей песни «Берегите цинк» Это меня потрясло тогда Впервые я думаю, о, какая известность На самом деле было сатир очень много И счастье, что мы сотрудничали с Митрофаной Потому что жанр великий, как губка впитывает в себя И все выдает тут же Всякие «Пардон, Гран Мерси» Очень веселые штуки были Приезжал за Волокин, стучал по столу И требовал, где «Пардон, Гран Мерси» Сергей Николаевич, а вот ваше творчество Вот я сейчас так понимаю Я знаком с творчеством, потому что у меня есть книга Сергея Николаевича Это вот большой поэтический сборник И там с самого разного направления стихотворения Очень хорошая книга И вот ваше творчество, я так понимаю Вот временами ходит вот прямо на грани того Что между почетной граммой губернатора И между приглашением, скажем так, в органы И вот эта вот грань, она настолько у вас Ну, когда мы выступили в жанре рок-н-ролла Мы назвали себя панк-группой То есть было время глухой и глухие середины 80-х Всем хотелось быстрее свободы Какой-то полный витрин магазина Все отчаянно боролись с тем, что сложилось Вы протестовали таким образом? Мы такие, да, конечно Эстетика панка, это эпатаж Часть эпатажа эстетика панка Но эпатаж эпатажем рознь Я упомянул про цинк Шла афганская война, а песенка была такая Товарищи, в стране нехватка цинка О том, душа моя болит Недавно сына получил в посылке А ящик даже цинком не обид Берегите цинк, подрастает ваш сын Летите, голуби, летите Вся песня, все Ну, просто взорвала тогда все То есть это был протест против этого Вот такой тоже панк, тоже эпатаж Но, может быть У вас были длинные волосы в то время? Да, они уже не росли Нет, дело в том, что весь верхушка вся рока Она немножко помладше меня Они на 10 лет примерно помладше То же самое верхушка А все остальные еще дальше Ну, если брать Гребенщикова, 55-й год Макаревич, 54-й год Вот А события развивались одинаково совершенно Цой ушел в Кочегарку в 79-м году Потому что душно было в Питере Я уехал из Екатеринбурга в маленькую деревню Потому что душно было, невозможно было Вот такое как бы развитие таких вот Времена не выбирают В них живут и умирают Поэтому чего сейчас греха таить? Оглядываясь назад Понятно, что можно было сделать много лучше Ну, как получилось Ну да, это время Оно диктовало остроту поэзии Совершенно то же самое в гармонии Совершенно то же самое Мы же тоже пели все это Сатиры тоже очень много И до сих пор поем Как умирают деревни Как колхозы, значит Уходят из жизни Я фонарею Это, кстати, осознанно как крапива У меня волосы дымом встают Как шикарный текст Какая великолепная аранжировка Какой протест Ну, значит Против вот Ну, все, что душит Молодые поросли, понимаешь? Это сумасшедший Вот сатира мощнейшая Ну, вот сатира в опоре на народном творчестве Она более мягкая Она более обтекаема, да? Она понятна взрослому человеку У тебя тоже есть такие песни Которые вот про Колобков Колобок Такая тема интересная Ну, хорошая, да Такая куплетная Как раз куплетная Что попробовать споем? Давай попробуем В каком году была написана? Колобки Я писал по заказу какого-то банка Делаем капустник И туда на тему Колобков А они его зарезали, капустник А песня осталась Я ее попробовал на 3-4-5 аккордов Получилось весело И с тех пор она идет очень хорошо То есть это образцовый такой Русский шансон такой Без картинок, без этих самых Но Спой, Сергей Николаевич Ну, давайте попробуем Кто-то любит про Ивана дурака Ну, а мне читали на ночь колобка На окошке он стоял С той женой Да куда-то запропал С той поры прошли года до века Обожал всегда народ колобка И живет так колобке память в нем Как на узенькой трапе сгинул он Всегда в решениях легки Бегут куда-то колобки А поглядишь с подруги Так это ж наши мужики Из-за полоска скота в душу мне Не вернусь я вот так к ужину Закочу средь бела дня к лизоньке Пусть откушает меня лисонька Пусть отведает меня с кетчупом Да еще плеснет вина с перчиком Да еще добавит фарш камбалы Буду я навеки вожигам бургер Всегда в решениях легки Бегут куда-то колобки А поглядишь с подруги Так это ж наши мужики На Руси который век там и тут Захудалый тот сусек все скребут А потом плеснув муку молоком Все мешают допекут колобков И конечно мужики русских мест Это те же колобки Вот те крест А все равно куда сходить да пропасть Им бы лишь угодить в лисью пасть Всегда в решениях легки бегут куда-то Как лапки А поглядишь с подруги Так это ж наши мужики Собираясь в дальний путь И не грусти Всем детка по чуть-чуть колобки Путь дорожку стелив скатертью Мы на краешек земли катимся Позови меня судьба дальняя По машине вслед из баста внями Там где рыжие мелькнут платьица Колобочки тут как тут катятся Сергей Николаевич Ну по образованию Вот вы режиссер массовых праздников И я знаю что у вас были вот такие вот Хорошие большие проекты По организации вот таких вот праздников Были Сергей Николаевич Сейчас остаются Они бесконечны Я пишу и пишу и пишу сценарии Я выезжаю на постановки Выдаю тех задания Очень много проектов По самой малой Больших проектов Более трехсот Это всегда огромный сценарий Плюс там композиции Максимальное количество участников На сцене вот сотню было участников На сцене было до восемьсот А на стадионе тысяча-полторы Там это постоянно бывает Стадионов сделал очень много В этом году сделал хороший стадион 55 лет было моим любимым челам Прекрасный Мы сделали великолепные композиции Хорошо было Вот работал долго в Ханты-Мансийске В Москве тоже меня знали Любили как бригадщика Но один раз я там сделал супер проект Назывался он Еврооркестрия в России Когда в Ханты-Мансийск съезжаются Молодежные оркестры всей Европы Симфонические Мы там разбиваемся на два больших оркестра Где-то по 200 человек И разные дирижеры с ними разучивают Разные композиции И все вместе в день Москвы Значит два оркестра по 150 человек С велончелями, контрабасами Все прочее Летим на день Москвы И у Храма Христа Спасителя Стоит огромная сцена Где мы даем такие огромные симфонические оркестры Я от этого просто обалдел Купаешься в этой музыке Сергей Николаевич И потом ты возвращаешься в гостиницу И вот рокерская вот эта душа Да, конечно При любых случаях Все равно я остаюсь в душе рокером То есть неформалом Я не в минстриме Я не хочу смешиваться с попсой Я ее так посматриваю Бывают там удачи Но я не хочу с ними смешиваться Кстати, ваше движение Тоже очень альтернативное Оно родилось как альтернатива Этому засилию Скажем, не всегда Самой лучшей эстрады Поэтому, конечно Остается рокерская Я хочу спеть Один маленький Лирический блюз И куда плывешь Месяц лодочка В желтой корочке Как лимон Погоди чуток Выпью водочки И шагну к тебе За балкон Оттолкнув шестом Жизнь постылую Зачерпнув веслом Небосклон Хоть одним глазком Глянуть милую Мы с тобой, брат Поплывем Мою милую Мою славную Ты причаль к ее Этажу Посвети лучом Между ставнями Я на лик ее Погляжу Спи, любимая Спи, хорошая Моя светлая Грусть, печаль Что бы ни была Не заброшу я Прилетать к тебе По ночам Если что не так Ты меня прости Я тянусь к тебе Как трава Даже этого Что с тобой Успи Мне не хочется Ревновать Не буди ее Месяц лодочка Пусть поспит себе До утра Поплывем обрат Выпьем водочки Горькой водочки Полветра Гитары Не буди ее Месяц лодочка Пусть поспит себе до утра поплывем обратно водочки горькой водочке пол ведра ага мужская таргетийная вещь невозможности любви серёжа вот есть такой же она есть но сейчас мы говорили о больших площадках и большом количестве участников вот этих массовых праздников я понимаю тоже режиссер массовых праздников вот мы кстати учились да у меня мысль какая есть журнал в помощь клубному работнику на выпускается а вот все наши слушатели многие из них ходят в хор ветеранов ходят в клуб поют и так далее работники клубов просто плачут они видят крал классные сценарии хотят их на своей площадке перенести они могут они только выдергивают маленькие фразы из твоих сценариев и как-то используют своей работе я знаю что ты вот просто фонтанируешь из тебя столько приходится приходит захочешь за фонтанируешь я хочу сказать всем клубным работникам звоните находите человека подскажет поможет правда заходите в магазин социальных сетях вы же есть да фейсбук у меня от сайта называется сценарный магазин сергея лукашина но легко находится сегодня прозвучало в общем то немного песен я знаю а там просто бездомная грак громадина этих песен лучше не нужно сколько сергей если наверно около 200 но много заказных очень много заказных потому что мы точно конкретному предприятию посвящен да конкретно делаем причем с удовольствием недавно с артеми юрьевичем мы сделали для московской очень солидной фирмы орион сделали приличную корпоративную песню артем юрьевич это ваш музыкант а он не в кадре он слышит нас кстати говоря вам с ним очень повезло аранжировщик просто талантливый вот димитро фануна тоже участвует в твоих проектах помнишь да сушки пели в честь юбилеев каких-то предприятий поздравили поздравить и делаем видео поздравления с вами и уже не одно сделай хорошие да нет тут все нормально формат хороший у вас вы сейчас помолодели возмужали и конечно бабушки с удовольствием идут на вас просто посмотреть хотя бы а что если вы еще поете я представляю что вы делаете залами я должен сказать что не только бабушки но и дети подростки сегодня ходят на наши концерты любой возраст люди то что от сердца от души это у вас немедленно надо на привести в рок-клуб поиграть в нашим рок-клубе с удовольствием почему не не хорошо было бы полчасика наши были готовим пиотет к вам уважение огромного всех наших музыкантов и резинового дедушки и гарри ананаса все вас знают любят и не считают скажем антигонами и понимают что это звенья 1 куриста таких но не контр может быть культура но альтернативная культура она немножко другая чем нам навязывают часто на центральных каналах вот как не жалко время подбегать можно хочется говорить о многом но а тебе говорить о твоей жизни это ведь целую книгу писать надо вот такую с таким на готовьем поэтому в нашей маленькой передачи всего не передашь спасибо сергей спасибо ребята вам что пригласили спасибо организаторам это замечательное шоу все с удовольствием смотрят вас следят за вами сейчас мы перейдем к чаю а мы прощаемся дорогие друзья вот я уверен что мнение будут самые разнообразные потому что человек который к нам сегодня пришел он настолько необычный но настолько он непривычен так скажем для вас и поэтому мы ожидаем разные мнения но тем не менее любые нам будут очень интересны мы будем ждать ваших писем адрес у нас очень простой 454 113 город челябинск площадь революции 4 программа в гостях у митрофановны